У нас всё как в передаче «Что, где, когда». Что, где валяется, когда всё это кончится. Ну что, ребяточки, вы дождались уборочки в моём шкафу? Всем привет, с вами Ксюша, и как вы поняли, я буду убираться в своём шкафчике. В нём у меня лежит всё для рисований, для ЛД и школьные принадлежности. Сейчас мы всё рассортируем и будем по полочкам раскладывать шкафчик. У меня тут очень много всего, можно сказать, сделаем небольшой обзор. Начинаем! Так, вот маркеры Стабила, наверное, начну с них. У меня есть такие прикольные подставочки, их очень много. Высыпаем всё с них и будем каждую модель маркеров раскладывать по отдельности. Начинаем с миниатюр. Миниатюр у меня вот такие прикольные. Всего у меня 6 штучек. Сюда поставлю длинные Стабила. Остаётся местечко, мы его заполним попозже. Так, ребята, теперь ставим на полочку. Поехали дальше. Следующие маркеры вот такие, большие, тоже от Стабила. Маркерами этим я обычно пользуюсь лично в дневнике и также пользуюсь в школе. Здесь ещё осталось местечко, сюда я положу свои линеры Стабила. Мне очень нравится, когда они стоят именно здесь, это очень удобно. Вот так я сюда всё сложила. Сюда пока ничего не буду класть, это мы сделаем попозже. Что-то мне так не нравится, давайте сделаем по-другому. Поставим их сюда, в сторону. Так сюда больше всего войдёт. Это неоновые Стабила, как мои ноготочки. Давайте их тоже поставим в этот контейнер. Он немножечко другой, поменьше. Эти маленькие подставки я покупала в Леруа Мерлен. Они были достаточно дорогие, рублей 200. А эти покупала в Фикс Прайс за 99. Готово. Сюда. Ну чуть-чуть не входит. А может так оставить или нет? Я не знаю, что делать. Вот, идеально. И вот сюда будем их... Идеально, девочки. Так, у меня ещё есть вот такие маркеры. Жирненькие. Они похожи на такие тюбики. И такое ощущение, что как будто их нужно выдавливать. На самом деле нет, и мне просто так же нужно чиркать. Для них я тоже возьму, наверное, такую маленькую подставочку. И так же их составлю. Видите, сколько места? Ещё 4 маркера можно сюда поставить. Я его пока что поставлю в свой шкафчик. Я забыла положить вот эти маркеры от Стабила. Как раз-то положу их в тот контейнер. Жёлтый-оранжевый здесь. Жёлтый-зелёный здесь. Синий-голубой здесь. Идеально. Ребят, я увидела ещё один маркер Стабила. Его нужно тоже поставить в ящичек. Вот сюда. Готово. Теперь всё идеально, надеюсь. Так, смотрим дальше, что же мне нужно убрать. Давайте уберём скотчемые декоративные для личного дневника. Их очень много. Сделаем небольшой обзорчик. Вот. Я их покупала все. Практически все. А в моде. Правда, я вообще не знаю, как их сложить, потому что места не хватает. Скоро я буду покупать новый себе столик. Там у меня будет лежать всё самое нужное. И вообще всё будет идеально. Смотрите, я придумала. Я соединила три контейнера. И сюда мы будем складывать скотчи. Она такая тройная, очень прикольная. Сюда точно всё войдёт. Маленькие скотчи я сложу в маленькие контейнеры. Видите, я думаю, с такими скотчами нужно в отдельный положить. Последний. Складываем большие скотчи. У меня есть новый. Он очень широкий. Где? Вот он. Самый широкий скотч. Его мы сразу положим первым. В один контейнер скотча не вошли. Заполняем второй. Да, это всё. Стоп, а может быть сюда ещё можно ластики положить? Я думаю, будет очень прикольно. В эти маленькие. Ау! Ну вот, можно положить точилку сюда. И сюда мы как раз положим, наверное, старые. Эти два ластика. А в эту положим новые. Я вообще не знаю, что здесь где лежит. Я просто всё сюда свалила. И сейчас будем искать тут всё. Вот один ластик я уже нашла. Вот они. Я их нашла. Они тут скрылись от меня, спрятались. И вот скрепочки. Скрепочки тоже обязательно нужно с собой захватить. Мы вернулись, девочки. Давайте их будем складывать сюда. Эту маленькую звёздочку мы положим к старым ластикам. Потому что это старый ластик. Логично. Осталось местечко. Сюда я положу флея. И думаю, положу вот такие корректоры. О, и степлер я уже тут, наверное, приглядела. Вот степлер. Всё такой корректор. Но я думаю, он сюда не войдёт. И мы положим другое место. Вот. Вот. Идеально вообще. Всё. Я думаю, это готово. Теперь мы относимся. Я поставлю, наверное, во вторую полочку. Здесь будет лучше смотреться. Сюда мы ещё что-нибудь составим. Думаю, будет отлично. Я тут убираю, убираю, а ничего не убралось. Надо быстрее убираться дальше. Ой-ой-ой. У меня тут как раз-таки чехлы со стола валятся. Поэтому давайте их уберём. Но я их, наверное, положу в этот контейнер. Им тут самое место. Обзор я сделала по-быстренькому. Поэтому смотрите. Это все мы чехольчики. А их я поставлю в самый низ. Надеюсь, Эли их не съест. О, идеально. Ой, ребята, я же ещё снимаю видосовый лайк с этим шкафчиком. Думаю, оно получится очень прикольное. Ссылочка на мой лайк будет в описании. Смотрите, ставьте лайк. О, красочки. От картины по номерам. Я же её уже доделала. Но можно, значит, эти краски выкинуть. Так, где у нас будет мусорка? Вот здесь. Так, много всего валяется. Ой, уберу вот эти фломастеры. Они очень прикольные. Я им рисую лично в дневнике. Также разукрашиваю ими рисуночки в скетч-будке. Мы их ставим вот сюда. Идеально. А здесь, ребята, я поставлю вот такие маркеры. От Мопед. И есть ещё от Гудмарк. А сюда, ребята, я поставлю эту новинку. Мои любимые фломастеры с блеском. Они очень крутые. Покупала их в Зако. И как раз тут идеально всё входит. Отправляемся в столик. Когда идём, мы с петличком большом, там всё стекает. Здесь им самое место. Ой, какая красота, ребята. Вообще бомба. Продолжаем убираться. О, маркеры тач. Ну, там всегда у меня всё чисто, потому что там есть специальное отверстие под маркеры. Давайте их сразу поставим в столик. Они будут, знаете, около скотчей. Мои любимые подписчики, которые любят рисунки в скетчбуке, я буду рисовать. Просто сейчас вы лучше смотрите видео, связанные с уборкой и ноготочками. Так, давайте уберём карандаши, потому что у меня их прилично. Но для них я возьму такие контейнеры. Думаю, будет удобно. Карандашки из Икеи. Я ими тоже рисую. Классно, конечно, что придумали такие подставочки вообще. Мне, допустим, удобнее, когда они стоят, а они лежат. Видно все цвета и так далее. В последнюю ячейку мы поставим вот эти длинные карандашики. А может быть, в них можно чуть-чуть и новую положить, которые я тоже купила в МОЗе. Они неоны, они очень прикольные. Да, положим, наверное, туда, потому что они как раз толстенькие такие. Пропал карандаш, но думаю, найдётся. Продолжаем убираться. А как раз таки сюда мы и поставим вот эти вот карандашики в виде животных. Покупала в Буква-Ези. Очень прикольно. Любим рисовать. В общем, коробочка у меня полностью забита. Идеально. А сюда я поставлю вот такие вот маленькие карандашики. Ну вот, вот такие маленькие. Эти маленькие карандашики у меня были в обзоре. Можете посмотреть. Ссылочка в описании. Там целых три части. Оставлю ссылочку на все. Посмотрите просто, что от них осталось. Карандашики будут встать здесь. Теперь мы заполним этот контейнер. Здесь я поставлю вот такие маркеры от Goodmark. И вот такие вот тоже маленькие текстовые деятели. Что, ребята, нравится смотреть, как я убираюсь? Я думаю, да, потому что просмотров очень много на таких видео. У нас все как в передаче «Что, где, когда». Что, где валяется, когда все это кончится. Вот так. Тут сатахарбасы, спортивка Ходида. Сын, наверное, как пацаны слушают колбас-басы. Простите. Так, продолжаем. О, вот эти тоже прикольные ручки от Зака. Я, кстати, проверила, как они пишут. И вот эта серая ручка пишет серебром. Она серая с блестками. Очень прикольно. А остальные просто неоновые. О, клей и замазка. Ой, а замазка-то сломалась, порвалась. Надо ее выкинуть. Она идет в мусор. А клей нужно поставить в скотч. Точнее, положить. Эти бананчики, тоже текстовыделители, я положу в эту подставочку. О, давайте, ребята, я сюда поставлю новые ручки. Красоточки такие. Просто посмотрите. Прелесть. Если вы наберете много лайков, 4 тысячи, то я буду собирать вместе с вами рюкзак в школу. Так. О, идеально ходит. Я думаю, это самый красивый и яркий контейнер. Сюда он точно не вместится, поэтому поставим его вот так. Вот так лучше. Я тут нашла толстые ручки. Их поставим мы сейчас вот сюда. Этим фломастером. Я не знаю, сколько лет они у меня с 4 класса, если не со 2. Так. Выставляйте сюда. О, у меня есть вот такой клей от Зака. Поставлю его вот сюда. Точнее, положу. Идеально. А давайте линеры, вот эти жирные тоже сюда поставим. Мне их два. Как раз у них место есть. И вот такие ручки от Зака. Прикольные тоже. Это пишет, это стирает. Эту ручку вообще классные. Советую. Можно брать на контрольный. Ошибся. Стер. Идеально. Вот сюда вообще супер входит. Вау, бомба. Класс. Конечно, такую мелочи не могу поставить вниз. У меня Элька все снямкает. Она такая девочка. Так. Я думаю, куда положить эту линейку. Ее можно так свернуть и вот в таком положении куда-нибудь положить. Она так меньшее место займет. Линейку-браслетик. Итак, ребята, очередь дошла до наших простых карандашей. Вот мой новенький. Он будет стоять здесь. А вот мои старые карандашики. У меня еще есть вот такой наборчик. Здесь тоже есть карандаш механический. Но он у меня будет лежать здесь. Я думаю, так лучше. О, ластики старые. Давайте мы сюда как раз-таки положим. Вот бисквитик фиолетовый. Такой белый ластик. Персик. И еще у меня вот там есть ластики. Вот здесь очень прикольные замазочки всякие. Степлеры, ластички. Циркули. Ластики. Как круто. Это Эля сделала. Какой хочешь ластик, бери в школу. По настроению вообще. О, вот бисквит. Тоже туда его положим. А вот это вообще новый. Тоже туда положу. Его я в школу буду брать. Я уберу этот старый ластик. Хочу, чтобы на моих полочках было красиво. А поставлю сюда новенький. И вот такой бисквитик. Все, можно убирать это все в ящик. У меня осталось здесь немного всего. Разложу все по коллекциям. Сейчас я собираю белые карандашики в кучку. Они мне нужны для того, чтобы делать блики. Положу к простым карандашам. Уже меньше всего осталось на столе. Но все равно уборка здесь немалая. Мне предстоит. У меня остался последний большой контейнер. Сюда я положу линейный и ручки. Эти ручки тоже поставлю сюда. А может быть, к ним еще такие прикольные. Сейчас я посмотрю. Просто. О, мне кажется, даже не все так получается. Оставим. Так, это вот так. Белые ручки. Я просто люблю, когда у меня все стоит очень компактно. И почти в одном контейнере. Это очень удобно. Я бы эти белые ручки поставила сюда. Но они будут падать, к сожалению. Поэтому я их положу потом в отдельный контейнер. Как раз здесь осталось место для закладок и скрепок. Сложу их сюда. Я сделаю покомпактнее. Вот так лучше намного. Положу здесь. Может быть, тоже что-нибудь найду. Закладок больше нет. Кстати, эти ластики можно сразу поставить в столик. Потому что тут убираться даже нечего. Пусть они будут стоять внизу, потому что Эля эту коробочку не достанет. Не откроет. Она тоже не открывает. А этот мой новый ластик от Зака я хочу поставить сюда. Итак, ребята, давайте разберемся с пеналами. Мне их тут прилично. Раз пенал. Два пенал. Три пенал. Четыре пенал. Четыре пенала у меня сейчас на столе, которые нам нужно убрать в стол. Начнем с самого большого. Чуть поменьше. Еще меньше. О, вот сюда он хорошо входит. Пусть будет стоять здесь. С пеналами разобрались. Тут гора ручек. Давайте их составим в этот контейнер. Это прошлогодние ручки, но они до сих пор пишут. Вот еще ручки есть вот такие. Вот такая ручка есть. Вот такая. Вот такая. Вот такая ручка. Вот такая. Вот такая. И вот такая. Это, кстати, для личника. Циркуль. Ластик. Так вот банан сюда положить. И вот сюда. Нет, вот сюда. Лучше, наверное, вот этот персик. Вот это я сейчас уберу. А может быть, линейки сюда положить? Чего я сразу не догадалась. Вот так их поставить. Я бы его сюда поставила, но здесь у меня будут лежать тетради. Может быть, реально вот так поставить? Я решила поменять их на сталь, чтобы ручке было видно. Во, вот так идеально. Все, оставлю так. Коробки я поставлю сверху этой розовой, потому что так будет гораздо удобнее. Место меньше заняло будет. И последнее, можно сказать, ручки, которые у меня остались. Это, кстати, прикольные фломастеры. Такие тоненькие, вообще классные. Ну, я думаю, вот эти вот два контейнера уже можно ставить в шкафчик. Потому что сюда больше нечего положить. Вот эти все контейнеры у меня лишние. Я их положу потом в столик. Так, нужно их сразу убрать со стола, чтобы хлам оказался меньше. А для циркуля я, кстати, нашла отличное место. Вот сюда я его поставлю сейчас. Вот идеально. Так, ну давайте разберем вот эти наклейки, потому что их очень много здесь. Они новые. Я вот тут подумала, ребята, что все наклеечки сложу в эту новую мою папочку. Потому что здесь им слишком много места, а здесь слишком мало. А сюда войдут даже вот эти самые большие наклейки. Наклейки у меня целая гора. Я их очень долго копила. И сейчас я им пользуюсь только для личника. Но вообще, когда идет школа, я им очень часто пользуюсь. Вот я сейчас складываю это все в папочку. Вообще не знаю, куда я эту папочку положу. Сколько наклеек. Ксюша и наклейки. Ну, люблю я наклеечки. Положим их, если я положу сюда. Не, я думаю, Эли их не заберет, поэтому нормально. Пусть их лежат. Так, а теперь мы наконец-то сложим эти тетради. Тут очень много. Так, это все нам сейчас нужно убрать туда. Я думаю, вот эти тетрадочки я отдельно сложу, а вот это мы сейчас берем. Ой, тяжело. Так, вот так. Обычно я так складываю, мне кажется, очень классно. Трапореты отправляются к скотчам. Вот сюда. И все, и это, куда я это делаю, я же не знаю. Ну, положу сверху этих тетрадей. Остался новенький скетчбук. Его тоже поставлю сюда. Вот так. Так, и я все прибрала. Осталась линеечка. Но этот контейнер мне, видимо, уже не пригодился. И викинг-тетрадочку я ей потом отдам. А линейку я положила сюда. Ну что, ребята, моя уборочка наконец-то закончилась. Я убралась в этом шкафчике. Ланч-бокс я уберу на кухню. Пока что он мне не нужен. Эти контейнеры, которые у меня остались, я их возьму для всяких разных блесков, для губ. Этот контейнер тоже куда-нибудь присвоим. Может быть, под масочки или в ванну под всякие разные гели, скрабы. А кому понравилось мое видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на мой лайк, инстаграм, тикток и группу ВК. И всем пока!